Как минимум свыше 200 садовых некоммерческих товариществ планируется газифицировать в нашем регионе в рамках постановления федерального правительства. Об условиях получения голубого топлива дачниками и в каких муниципалитетах находятся такие СНТ рассказали журналистам на пресс-конференции в региональном управлении Росреестра. 17 апреля вступили в силу положения постановления федерального правительства, касающиеся социальной догазификации садоводческих товариществ. Причем речь идет только об СНТ, которые располагаются в границах газифицированных населенных пунктов. При определении таких СНТ мы использовали сведения в том числе о границах населенного пункта и попытались даже графически воспроизвести, наложив на карт материал с границами населенного пункта, которые на сегодняшний день установлены генпланом города Клири. В Тверской области выявлено 219 таких СНТ в 11 муниципалитетах. Это более чем 18 тысяч участков, свыше 9 тысяч объектов капитального строительства. Вопрос газификации каждого должен быть рассмотрен на общем собрании членов товарищества. При этом необходимо соответствовать целому ряду условий. Например, выделить земли общего пользования для прокладки сетей. Ну или территория не должна находиться в зоне подтопления. Заявление можно подать в соответствующую организацию. В Газпром газораспределения Тверь филиалы, которых находится на территории Тверской области, 11 филиалов, 23 участка. Граждане могут подать данную заявку также через сайт единого оператора газификации, через сайт Газпром газификации Тверь, где имеется подробная инструкция, каким образом необходимо подать эту заявку, какие документы приложить. При этом даже если заявка принята, все условия соблюдены, не стоит каждому дачнику хлопать в ладоши и звонить друзьям со словами «А у нас в квартире газ, а у вас?» Вполне возможно, что сам его дом не соответствует критериям. Очень часто распространенная практика, что в садоводческих товариществах стоял на учете и права зарегистрированы на садовый дом. В настоящее время действующим законодательством есть возможность изменения садового дома назначения на жилой дом. Еще один важный момент. Под бесплатной газификацией подразумевается проведение трубы до границы участка. А дальше дачник делает все сам и за свой счет. Грубый подсчет показывает, что это обойдется в 250 тысяч рублей при проведении работ с нуля. Поэтому государство определило категорию льготников. Многодетные семьи, участники специальной военной операции и иные категории лиц могут получать субсидию на проведение работ внутри своего земельного участка. Но когда все формальности будут соблюдены, сотрудники Газпром газораспределения и приступят к работам. Они, в зависимости от протяженности сетей, могут занять от месяца до года.